какие классные деревья смотрите товарищ который убирает улочку значит всем доброе утро у нас на часах 9 утра я отвела артемыча школу а вот сегодня наш утренний процесс не поснимала но завтрашнего дня обязательно начну немножечко снимать а вот сейчас вам расскажу немножечко что куда к чему пока буду идти у меня сегодня с утра быстрый поход к парикмахерам честно вам скажу парикмахера не было ли 200 последний раз полгода назад точно если не больше наверно больше просто посещаю его как видите но я просто не показываю поэтому не показываю потому что я не посещаю вот потому что вы видите все то что я посещаю его показываю а вот если к девочки на маникюр я хожу каждый месяц естественно то парикмахерская карта я не очень дружу скажу вам честно ну я особо не люблю менять свой лук как говорится а вообще если честно стараюсь ничего волосам не делать не сушу феном практически никогда ни в коем случае плойкой не пользуюсь крашу очень редко это крашу в свой цвет из-за того что летом волосы очень выгорает вот кстати хотела вас просить такого совета покупаю принципе термозащиту немножко такой как масло и спрей покупала термозащиту и ну шампунь и кондиционер у меня в принципе самые обычные пробовала и из профессиональной серии и вела в основном покупаю либо просто что-то из супермаркета но в общем как-то с волосами в последнее время проблема очень-очень сухие выпадают я бы не сказала что очень выпадает но но сухие и очень сильно выгорает цвет прям прям но совсем сейчас например у меня волосы такое впечатление что я их обесцвечивала хотя это не так вот поэтому не знаю и когда проходит летом ну то что не вообще кошмар потому что получается что такое ощущение то очень сильно выбирает волос на солнце хотя я вы видите кстати мои видео что я летом практически всегда хожу в кепке либо по это панамка либо какая-то шляпа ну шляпы не ношу вас но мне кепки мне много кепок но все равно такое ощущение бы то я постоянно жарюсь на солнце и волосы выгорают превышается в такой знаете противный желтый цвет и такими знаете полосками ну вот это так не знаю что делать я думаю в принципе в этом есть наверное причина того что питание было раньше не очень сейчас у меня питание как бы другое поменяла но опять таки все это время все должно восстановиться а волосы сами понимаете то летельный процесс вот поэтому я бегу а заодно очень хотела прокомментировать вам некоторые вещи смотрите какая красивая тут у нас лампа на мосту вот погода у нас сегодня отлично очень хорошо смотрите какой видится ладно приторможу поснимаем какое красивое небо я вам всем желаю хорошего настроения сегодня здоровья просто добра и заодно пока буду идти покажу вам красивые улицы нашей валенсии сейчас буду типа очень красивой улочки мне она нравится потому что она одна из центральных улиц но при этом очень красивая тем что там много пальм насажены и вот так идете вдоль пальмы это очень красиво я пальму очень люблю вообще деревья все люблю вот у пальмы особенно потому что это те деревья которые у нас на родине не растут и всегда когда я видела пальмы фильмах на меня всегда была ассоциация с теплыми странами никогда бы не могла подумать что эти пальмы буду видеть каждый день но всегда мечтала их видеть каждый день и как видите мечты сбываются и это хорошо о чем я вам всегда твержу что нужно мечтать обязательно а самое главное не просто мечтать а видеть это все визуализировать видеть эти пальмы вы идете по этим улицам а вот так что я бегу а вы мечтайте и все мечты обязательно сбудутся главное очень сильно хотеть и очень сильно верить желание вера это вообще принцип самое главное для исполнения любого принципе желания какие-то ваши хачушки а вот еще знаете что хотела прокомментировать вам по поводу того что читая некоторые комментарии ваши спасибо снова спасибо огромное за теплые слова очень много пишут хороших приятных слов действительно очень приятно многие спрашивают опять таки по поводу позитива всегда ли я такая позитивная была либо как ну как вам сказать очень часто позитива очень не хватает но прям уже совсем честно то что действительно я всю жизнь как бы ну позитивная да есть вот люди которые сами по себе знаете такие негативные есть такое такого много и как бы вы не пытались поменять их какое-то мышление или пока они сами не захотят поменяться не меняется у меня наоборот да я всегда была такая веселячка всегда смеялась всегда улыбалась многие мне говорили часто что чуть смеешься там в принципе нет заключен я говорю ну конечно лучше поплакать наверное пожаловаться или или попричитать какой мир мир говно и какое все вокруг говно да я думаю наверное лучше бы смеяться без причины чем рассказывать какое все говно вокруг правильно ну это мое мнение вот мне даже мама иногда спрашивает хочет смеешься а варину лучше я буду смеяться потому что если я буду сидеть и плакать наши тем более ситуации вообще это будет просто тогда вообще полный атас потому что если в нашей семье нашем положении я не буду смеяться тогда всем придет конец мне так кажется потому что он например у артема он как вы видели вчера и очень регулярно происходят свои такие знаете как вам объяснить бахоны на испанском кто знает он скажу вот эта лодочка что настроение ухудшается потому что у него наступает этот период когда мне объясняли доктора что это такой знаете немножко депрессивный период когда проходит определенное время после того момента как обнаружили диабет и вначале как бы все это но принимают нормально что надо но ничего страшного регулировать там питание колоть инсулин там типа все хорошо но потом наступает этот момент когда у человека идет полная можно сказать одно отторжение всей этой ситуации и человек просто не хочет колоть не хочет все это контролировать ему просто надоедает опускаются руки и наступает реально реально вот как депрессия и я вижу что это правда меня предупреждали вижу по артему что действительно у него другой есть плюс как-то мы сидели в одном из ресторанов и была женщина официантка она тоже нас по этому поводу зацепила потому что увидела в артема сенсор и говорит у него диабет да и она сказала что у нее тоже это же у него такой период когда уже совсем опускались руки она ходила к психологу работала с психологом потому что совсем была беда представляете то есть насколько да это вроде как болезнь ну она как объяснить ну не смертельная да ну с одной стороны смертельная если ты не регулируешь на другой стороны можно да как бы справляться типа но все равно это постоянный контроль а для ребенка это вообще очень тяжело можете себе представить что значит постоянный 24 часа в сутки контроль контроль того что ты ешь что ты пьешь контроль всего это очень тяжело потому что вот например вчера да у него очень поднялся сахар по его же вине конечно пока меня не было он достал печеньки начал есть печеньки которые ему можно есть но ему нужно обязательно было уколоть инсулин потому что печеньки это чистый углевод причем самый плохой углевод который только можно да и он об этом прекрасно знает но почему то вот ну ему просто надоело уже весь этот процесс что он так сейчас иду что он просто запихался этими печеньками естественно я прихожу и вижу что у него шкале 350 единиц сахар это сумасшествие это очень много я говорю артем что ты ел он не сказал что печеньки но мне нравится хотя бы по крайней мере он не умеет врать и никогда мне не врет и всегда говорит честно там он либо молчит либо говорит и он сказал что он ел но естественно я на него поворчала потому что были артем наш просила если ты хочешь кушать кушай ну то есть здесь главное дать понять человеку что он может есть все просто нужно постоянно колоть для того чтобы инсулин работал против этих углеводов и обычно когда он хочет кушать он не берет печеньки он берет кусочек сыра то что ему можно например какой-то кусочек ветчинки я покупаю либо что-то такое ну то есть то что ему не поднимает особо сахар либо какие-то орешки с орешками кстати нужно аккуратно потому что у них есть тоже доля углеводов которые потом через время через час через полтора начинают поднимать сахар вот хотя кажется что это жиры и белки нет вот с орехами надо быть аккуратными мы уже это выяснили вот и вот такие вот дела и очень часто в него вчера он просто разрыдался и часто у него происходят такие знаете такое состояние которое я понимаю он начинает говорить почему вот всех детей сколько вот детей в школе у меня одного диабет почему и на мне почему на меня и понятно что это тяжело честно скажу потому что ты не можешь ему объяснить почему конечно всегда ему говорю что о чем это не навсегда я знаю что мы найдем способ как это регулировать и мы будем колоть и нет минимум минимальное количество инсулина я вижу что принципе у нас получается просто нужно контролировать я очень много начиталась и насмотрелась сейчас на своих курсах тоже что жиры и белки можно сидеть любому человеку на этом питании это как не кето это обычное питание но основано на белках и жирах очень много уже исследований и того что это все можно практиковать это это не не вредно многие там говорят лечебные протоколы туда-сюда нет нет знает на этом питании можно быть постоянно это уже доказано и те кто говорят что нет углеводы нужны это люди которые либо не знают либо еще не дошла до них эта информация но уже давно известно что просто жиры и белки можно сидеть на таком питании постоянно также какие вы можете добавлять смотрите у меня пилика и телефон это значит что у артема что-то сахар 241 сейчас мы посмотрим что у него тут случилось он позавтракал смотрите он сегодня не колол да ну и завтрак у него был очень правильный а почему поднялся сахар непонятно видите вот и такое бывает ну не знаю 240 это уже многовато конечно же но посмотрим вот поэтому главное все это регулировать а регулировать сами понимаете это либо я над ним стою либо ему самому а ему самому надоедает как любому ребенку это он очень ответственный плюс мама такая ситуация в общем честно вам скажу очень часто руки опускаются очень часто просто конечно я говорю об этом редко и не буду вам снимать это на камеру потому что я понимаю что зачем эти негативные вибрации эти негативные какие-то эмоции они никому не нужны потому что у вас своих своего негатива хватает на если я с вами делюсь позитивом вы таким же мне отвечаете если я буду с вами делиться негативом вы будете отвечать очень также а закон природы он таков вы знаете что все то что вы даете вокруг себя это все к вам возвращается от остальных от людей от вселенной тот посыл который вы даете он к вам возвращается обязательно вот поэтому я и стараюсь особо вам не рассказывать о том как например у мамы нет настроения что она эту неделю совсем неплохо и она не может уже даже брать с утра свою чашку с кофе совсем плохо я должна и давать естественно настроение у нее вообще нет ни на общение ни на видео ни на что я ее прекрасно понимаю а мне а тоже это же все это же все мне глотать понимаете ну то есть все плохие настроения у всех вокруг да одна я должна быть получается с хорошим настроением и всем его поднимать на что у меня тоже очень часто уже сил просто не хватает поэтому берегите здоровье дабы вас не возникали такие ситуации но это конечно неизбежно у кого написано на судьбе такое а значит она будет правда мы можем конечно поменять но все зависит только от вас так и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 вот сюда а также у меня есть картошка и батар надо обработать завалялись покупала давненько надо бы это все делать запечь тоже запеку это все дело у себя в печке а также у меня тут значит я что-то забросила свои добавки скажу вам честно и вот поэтому сегодня вот у меня бцашки глютаминки и так далее начну пить снова вместе с коллагеном это сейчас размешаю здесь с водичкой выпить потому что стоит не пила а надо бы вот забросила что-то это принципе не помешает периодически надо делать чистку я ничего вообще сейчас не пила это время вот а сейчас снова буду пить немножко витаминов но и вот эти вот добавки что-то я действительно забыл так что пошла я готовить свое блюдо это пипец сегодня посмотрите что творится на нашей мусорке это жесть даже вот такое выбросили короче я в шоке капец представляете даже такое бывает до жестя конечно нужно быть такими засранцами вот зачем причем что постоянно убирают бедный дворник все это собирает потом выбрасывает в бак а это же получается оставляют рядом и приходят бездомные роются такие именно бездомные как раз это и оставляют этот беспредел безобразие вот значит я тут прохаживаюсь как говорится по вечерней валенсии у нас очень хорошая приятная теплая погода сейчас вам покажу немножко ой кстати я свой мотоцикл припарковала неправильно потому что мои парковочное место был занял один охламон который стал где ему не положено но здесь получается есть парковочные места видите для машины есть специально для мотоциклов они так расчерчены тоже краской специально и я стараюсь естественно свою красавицу тоже оставлять там где положено потому что по идее вот так на тротуаре парковаться нельзя могут оштрафовать если попадется какой-то дурачок который решил прицепиться вот мое место заняли не было другого места для мотоцикла и пришлось оставить на тротуаре очень плохо сейчас надо будет как-то и перепарковать вот так что у нас сегодня день прошел замечательно ну как замечательно сравнительно вот я сегодня вам показала дорогу как я езжу спортзал вот кстати спортзал сам я не поснимала сегодня вы представляете я вам давно его уже не снимала это второй спортзал в котором я работаю даю занятия он находится за городом за валенсии вот и я езжу туда ну сейчас буду ездить почаще давно не ездила потому что занятия не давала летом вот сейчас буду ездить и вот забыла там поснимать но я если честно сегодня очень быстро потому что везде торопилась и не было времени поснимать хорошо но сейчас хотя бы вам покажу нашу вечернюю баленсию красивую вот что еще сегодня у нас было интересненького сейчас вам расскажу а я сходила в парикмахерскую привелась порядок но правда я сейчас волосы собрала немножко подкрасилась короче подмарифитилась красивая и так далее и тому подобное так куда я буду идти сюда наверно я когда-то себе так снимаю так все смотрят душу этом делать потому что видно что это не телефон какая-то маленькая штучка камерка метка манюсенькая знаете или видно но при этом видно что я сподержу вот у нас тут теннисные порты платный теннис обычно всякие играют очень знаменитые знаменитости приезжают а очень много турниров устраивают таких серьезных а я бы много раз снимала когда проводят турниры ограждают все улицы машины ставить негде все забито короче беспредел вот поэтому я сегодня отлично сходила парикмахерскую ходила к нашей девочки естественно вот мне все понравилось все хорошо и вообще отличные замечательные вот но дело не в этом пока я шла в парикмахерскую я вам там о чем-то очень важен говорил да я вспомнила чем я вам говорила я не договорила кое-что очень хотела вам ответить на один комментарий такие комментарии конечно мне редко пишут уже но все равно еще попадаются люди которые новенькие и случайно видно что случайно заходят на на мой канал и знаете вот и когда комментируют по типу сейчас знаете хотела протестировать так что было точно по типу острички сидят ну вот с вашей фигурой и с вашими данными конечно мол там типа все легко и знаете с вашей фигурой мне вот это очень нравится знаете как будто бы мы и родилась и у меня уже идеальная фигура ну то есть это в очередной раз говорит о знаете не образованности человека хотя опять-таки мне пишет человек которому 50 лет потому что женщина написала что я 50 и что сложно и что так и сяки вот с вашей фигурой конечно там туда-сюда не помню чем именно написала но намек на то что у меня такая фигура понимаете от природы просто вот она сама у меня такая знаете ни хера не делаю для того чтобы она мне была такая вот это меня в самое большее как правило поражает потому что до сих пор люди иногда пишут такой вред не понимаю зачем по-моему это уже всем давно ясно что любая фигура она достигается не не благодаря молению в церкви или там я не знаю но такая фигура это я так и ответила правда не полностью словом но извините за выражение на пейте пашить надо каждый божий день знаете и все над этой фигурой только так вот сейчас я немножко спустила ритм все сразу заплыл а это сразу видно а то есть либо вы долбаетесь как проклятые грубо говоря вот такой фигурой и это все супер мега точно супер мега питание супер мега граммы и тренировки трехчасовые ежедневные да не вылазите со спортзала чем я и занималась в принципе предыдущие несколько лет на это вовсе не падает с неба на голову вот до сих пор есть люди которые этого не понимают не знаю как до сих пор можно писать такого рода комментарий ну вот серьезно ну типа вот с вашей фигурой на вы можете написать там типа с вашими данными с какими данными вы прекрасно знаете что нет некрасивых женщин есть плохо ухоженные все любая женщина может быть красиво если она с собой ухаживает любая абсолютно ну то надо быть совсем уж не красивой не совсем уже должно быть очень плохо дабы ну сами понимаете да поэтому думайте прежде чем пишите что-то особенно вот такое еще раз вам повторюсь что хорошая фигура не обязательно идеально просто хорошая фигура подтянута может быть абсолютно у каждого человека и все если вы за поднимаетесь и если вы более-менее нормально питаетесь у вас будет нормальная фигура если вы где-то откажете себе в каких-то ненужных таких вещах да как перебор сладкого или там перебор алкоголя или еще что-то поверьте вас тоже будет хорошая фигура но как правило такие люди просто хотят оправдать свою лень и все вы просто пытайтесь оправдать своей а вот мне 50 поэтому у меня не такая фигура как у вас ну понятное дело вообще-то у нас разница с вами до в 20 лет начнем с этого да как бы и вам тоже когда-то были 33 как и мне но я сомневаюсь чтобы в свои 33 были такие как я а почему потому что просто вам было лень ходить в спортзал лень заниматься не хотелось придерживаться какого-то там плюс-минус нормального питания да вы всегда позволяли все себе все то что вы позволяли а я где-то себе этого не позволяла и поэтому вот у меня такая фигура у вас ее нет то есть это все понятно так что вот такая вот нас красивая валенсия вечер и вот это вот я вам хотела прокомментировать поэтому все всегда в ваших руках да могут быть проблемы со здоровьем естественно это все нужно проверять это все нужно смотреть этот фактор я никогда не исключаю но очень часто очень часто люди сами себе ставят диагнозы и сами притягивают к себе болезни которых нет это очень часто так происходит поэтому все зависит только от вашего мышления от вашей головы вы должны хотеть должны видеть себя в том теле которым вы хотите себя видеть и естественно что-то предпринимать естественно что-то делать для того чтобы это тело достичь я не говорю сейчас а супер мега идеал нет но каждая может быть нормальной физической форме но запомните для этого нужно что-то делать а не просто смотреть на красивые фигуры и говорить что а ну вот с вашей фигурой с вашими данными действительно с моей фигурой с моими данными это моя конь оси лежит